Я получил варнинг, получил один раз и вовчик на перетяжке один раз получил. Там все получили на перетяжке. Только фокус получил еще одно пробитие в башню. Да, не радует ньюстар, они понимают смысл сидеть и ждать и бояться, знаешь. Знаешь, ньюстар не радует, а лоллтим 2 тоже играет в такую жестроту. Да. Они не играют в то, что навязывают ньюстар, они не атакуют. И непонятно-то почему, мы все знаем лоллтим 2. Все, я думаю, знают, на что эти парни способны. Что они вот так вот не отсиживаются до последних трех минут. Как-то странно, странно, видимо. Кто-то мало готовил к Сакэнску или к сопернику не готовились. К такой стратегии, я думаю, все готовы. Все команды, начиная с Сильверлиги, начиная с своих первых боев, ты сталкиваешься с тем, хотя бы раз в месяц, ты сталкиваешься с тем, что соперник играет до дефа. Это обязательно у тебя тренировано. Вот знаешь, я заметил, что Боратинок, он просто постоянно живет какой-то своей жизнью. В команде. То он любит покататься вокруг гостей, своем на танке, когда ему скучно, а то он любит пострелять просто в никуда. Веселый парень. Веселый повеселый человек, да. Ну что, шум. Под базой, эксент, прострел, промах, минус один и эксента. Это нужная информация, важная. Ух, вылетает в нагибашку еще, так же от 50-100. Фант Киберспорта дает шоты, пробития. Эксент также поломался чуть-чуть. Ну и что, выезжать будете или нет? Нагибашка выезжает. Атака, атака нужна. Тултим-2 сейчас, моментально. Сейчас просто будет два шота влетать в эксента. А нет, были по ходу перетянуты чуть-чуть 50-100. И поэтому дрессировщик не смог отработать вместе с 50-100 фанатом. Упса, видят. Упс.